Школа номер два сохранила вековые традиции образования и накопленный опыт всех предшествующих поколений учителей. На сегодня в ней трудится 52 педагога и обучается 836 детей. Уже четвертый год подряд это учебное учреждение входит в национальный реестр лучшей школы России. Также это первая школа, вступившая в российское движение школьников. Вся ее история отражена в виртуальном музее, первом и единственном в Великоустекском районе. На протяжении 15 лет школой руководит Нина Андреевна Теплова. Мне бы хотелось в канун юбилея поздравить выпускников школы, пожелать их дальнейших творческих успехов, созидательного труда, любви и уважения близких. Мне бы хотелось поздравить родителей и пожелать им терпения в воспитании своих детей в наше непростое время с развитым информационным пространством. И хотелось поздравить педагогический коллектив, пожелать им сил и здоровья, творческих успехов, уважения учащихся и родителей. Славится вторая школа и ветеранами педагогического стажа. Мария Александровна Полутова 30 лет отдала этому учебному учреждению. Начинала работать учителем литературы, а затем социальным педагогом. Она с большой теплотой вспоминает то время и людей, с которыми ей довелось делать общее дело. Хочется отметить, что все годы, пока я работала в школе, коллектив отличал от того, что они легко реагировали на то новое, которое появлялось в жизни. И они всегда это новое брали на вооружение. К юбилею готовились всей дружной школьной семьей. Ребята-активисты организовали несколько программ к 145-летию образовательного учреждения. Среди них проект «Семейная традиция. Учиться в школе номер два». Конкурс поздравительных открыток, видеопоздравлений, коллажей, рисунков, на которых ребята показали свою школьную жизнь. Активисты РДШ организовали фотозону, в которой каждый желающий может сфотографироваться. И лично я участвовала в организации самой фотозоны. Мы разрабатывали сам дизайн ее и рисовали таблички с надписями. Родители учащихся высоко ценят педагогический состав и школьную атмосферу, которая способствует гармоничному развитию детей. Сын Оксаны Мальчиковой уже закончил школу номер два. Сейчас в младших классах учится ее дочь. Помимо знаний, много уделяется времени спорту. Вообще активные они какие-то все участвуют в разных мероприятиях. Как бы вот это и нравится, что не просто дети, скажем так, тупо учатся и учатся, но принимают активное участие в жизни города, школы. На сегодня во второй школе установился и сплотился замечательный коллектив профессионалов-единомышленников, которых объединяет общая любовь и уважение к своему делу, к ученикам и их родителям. Ангелина Батакова, Вячеслав Голиков, Телеканал «Русский Север». Ангелина Батакова, Вячеслав Голиков, Телеканал «Русский Север»